Ребята, всем доброе утро! У меня отличное настроение. Отправила только что дочку в школу на автобусе. И сейчас ко мне с минуты на минуту приедет парикмахер Екатерина, которую я встретила в фейсбуке. По отзывам мы будем сейчас красить мои волосы. Я вам покажу продукты, которые купила для окрашивания. Она сказала, какие купить. И, конечно же, я буду светлее, потому что я это всегда делаю раз в год или раз в два года. Кто за мной давно следит, знает, что я не боюсь перемен. Всегда кардинально крашусь с брюнетки в блондинку, с блондинки в брюнетку. Как бы не боюсь я этого дела. И заметила, чем меньше мы вообще трогаем наши волосы, трогаем наше лицо, тем лучше все это дело становится. Поэтому не думайте о волосах, не трогайте их бесконечно. И тогда они будут у вас расти. Просто вы спрашиваете, как они так быстро отрастают у меня. Я просто не думаю о волосах. Я не думаю о том, что там, боже, у меня выпало три волосинки в день или 10 или 100. Я не трогаю их бесконечно. Я не наношу на них каждый день супермаски. Я просто мою голову обычно, как и все люди. И не думаю так зациклено на волосах. И все у меня в принципе в порядке. Ну, конечно, еще генетика играет роль. Но мой вам совет, меньше зацикливайтесь на чем-либо. И тогда у вас будет это быстрее, лучше получаться, качественнее. Вот так что мы будем сейчас краситься. Я не знаю, я не хочу слишком быть блондинистой. Но сейчас посмотрим, как пойдет. Вот. Итак, Катя попросила мне купить powder lighter. Здесь порошок для балаяж. И жидкость вот эта вот, не знаю, осветлитель или перекись. Перекись, по-моему, да, это. И тонер Т18. Все фирмы Vela. И покупала я в Salis Beauty. Salis или Salis. Фольгу на всякий случай взяла. В общем, ко мне приехала Катя. И мы сейчас на моей кухне химичим здесь алхимики, смесь. В общем, Катя сказала, что вот эта штука творит чудеса. Она пигмент просто желтый, можно сказать, убивает. Выравнивает, делает красивее. Катя приехала из Латвии. И уже почти 9 лет живет в Америке. И ты все время занималась волосами? Да. Ну, в Европе я закончила школу на парикмахера. Я работала в Германии на парикмахера. И я выучила здесь на парикмахера. Отлично. Все, так что я доверяю. Я видела работы Кате, мне понравились. И работы именно с блондинками. Да и вообще все по цвету хорошо работают. Так что будем смотреть, что у нас выйдет. Сами не знаем, что хотим. Ну, в принципе, догадываюсь я, что мне нужно. Но я доверяю Кате. В общем, будем сейчас меняться. Все, мы красочку нанесли. И техника Балаяж. Балаяж. И буду ходить, потом буду смывать. Дома, оказывается, очень удобно всем этим заниматься. Потому что дома классно, комфортно. Ничего не надо. Никуда идти. Помыл голову. Высушил. Удобненько, конечно. Классно. Ну что, как вам моя новая прическа? Сказать честно, я просто в восторге. Потому что оно настолько крутой, красивый, рассыпчатый Балаяж, что я даже не ожидала. Мне кажется, мне очень хорошо. Я посвежела, помолодела. И не хватало мне блонда. Я очень хотела уже наконец-таки вернуться постепенно в Баландинку. Но мы начали с такого вот Балаяжа. Мы не стали сильно портить мои волосы, блондинеть их. Делали все очень-очень аккуратно. Ну, вернее, Катя делала. Она старалась. И, если честно, я от нее в полном восторге. И я заметила, что у меня отличная чуйка на мастеров. Я могу по нескольким фотографиям с их работой определить, какие они. Нормальные или нет. Стоит ли идти к ним или нет. И уже вот честно сказать, в Америке здесь я ходила к двум. И оба офигенные просто мастера. Первая девочка, которая ходила, она американка. Но она работает в салоне, в Альта Бьюти. Я снимала про это видео, когда она меня подстригала. Я к ней, когда пошла, она мне насчитала за вот такое же покрашивание. Очень-очень дорого. Потому что это салон. А договориться с американцем, прийти к ней домой, чтобы она меня помимо кассы обслужила, это как-то не по-американски. Здесь так не делают. Я не стала с ней договариваться об этом. И я стала искать другую какую-нибудь девочку, чтобы согласилась ко мне приехать домой. Либо чтобы я к ней приехала. И я нашла ее совершенно случайно в фейсбуке, в группе. И посмотрела, конечно же, я предварительно посмотрела ее работы, почитала отзывы. И, как ни странно, о ней мало кто знает. Почему-то у нас здесь, в нашем районе, пиарят абсолютно других мастеров. Но не ее, например. Она в основном работает с американцами, я так поняла. Мне кажется, что мне очень идет этот цвет. Он меня прямо освежил и омолодил. Почувствовал себя абсолютно по-другому. Это еще не конечный вариант. Я еще буду работать с Катей. Мы будем еще доводить мой блонд до идеала. Постепенно, не сразу, чтобы не угробить волосы. Это абсолютно нормальная процедура, когда вы в несколько этапов приходите к мастеру. Это очень хорошо. И все, я довольна. Я убедилась в своей интуиции в очередной раз, что касается мастеров. И во второй раз я убедилась, что не все так плохо в Америке. Здесь тоже есть классные мастера. Просто их нужно найти. Сказать честно, я до последнего сомневалась, хочу ли я перекрасить. Вообще об этом я думала уже больше полугода. И смотрю все время на блондинок. И нашла для себя идеальный цвет блондинки. Подумала, что да, я хочу так, хочу так. Я постоянно меняла свое решение. И в итоге я вот в последний момент, буквально вчера, я все-таки решилась, решилась. И сказала, все, точно, приезжай. Хотя мы уже заранее с ней договорились на сегодняшний день, что она приедет меня покрасить. Но я такая думаю, ну если я вдруг передумаю, я, конечно, ее предупрежу заранее. Ну хотя бы за день. Так нельзя делать, но я просто до последнего сомневалась. Вот вы ей не поверите. В итоге я сейчас очень довольна и рада, что я это сделала. Волосы мои, мне кажется, они неубиваемые. Ну покрасила, ну чуть-чуть испортила, ничего страшного. Восстановим. А так, в принципе, хорошее качество. И сейчас поеду встречаться с Юлей. Она еще не знает, что я покрасилась. И для нее это будет сюрприз. Посмотрим на ее реакцию. Что же скажет Юля про мою прическу. Приехали уже в Санкт-Петербург. Наслаждаемся ужином. Встретились с Юлечкой. И сейчас вы услышите мнение Юли о моей новой прическе. Минуточку. Надо же. Ну что, как тебе, Майдон? Супер. Сделали так, как нужно. Отслежили. Очень выглядит аккуратно. Мне очень нравится. Ну вот, мне тоже очень нравится. Все классно. А Юля, кстати, сделала кератиновое выпрямление волос. Мне тоже очень-очень нравится. Теперь у Юли такие более прямые волосы. Выглядит дорого-богато. Спасибо. Спасибо. Сейчас мы будем кушать пиццу. Наслаждаться. А вообще, обратите внимание, как здесь красиво вечером. Тепло, красиво, романтично. Сейчас Сара идет в библиотеку. Занимается дополнительно английским языком с учительницей. Они в библиотеке занимаются в кабинете. Вообще, это библиотека, большая библиотека Клэр Уотер. И она очень красивая внутри, большая, интересная. Тут можно провести целый день. Даже есть разные групповые занятия. Компьютеры, детские книги, взрослые книги, журналы. Я вам сейчас хочу показать, что там есть внутри. Очень интересно. Вот здесь есть разные детские, взрослые книги. И там собирают пазлы. Постоянно кто-то стоит и собирает пазл. Один, другой пазл. Все детальки. Каждый желающий может собирать пазл. Или достать вон там снизу игру какую-нибудь или пазл тоже пособирать. И книги различные. Романы, художественная литература, детективы, научные книги, школьные книги. То есть все-все-все-все даже говорят, русские книги можно здесь найти. Компьютеры тоже. Каждый желающий может в интернете сидеть. Видела, что смотрели YouTube. И фильмы сидят, смотрят. В общем, играют в игры. Все что угодно. Также здесь есть общественный туалет. Просто ради интереса посмотреть, как он по состоянию. Мне кажется, чистенький. Да? Чистый туалет. Здесь есть детская зона, огорожденная. С детскими книгами, играми, поделками. Здесь детки могут играть, проводить время. И здесь все для детей. Здесь есть детские, подростковые журналы, детские книги. Еще есть даже детские игры. Книги у них очень легкие, классные. И детки их с удовольствием читают. Потому что у них большие картинки. И слов не так уж и много. Но такие самые основные слова они учат с этими книгами. И тем самым интерес не пропадает у детей. Вообще их заставляют здесь очень много читать в Америке. Есть DVD, игры для Sony PlayStation. Фильмы, мультики. Можно тоже брать домой. И это полностью детская зона. Она закрытая. Здесь есть столики, компьютеры. Можно сидеть, играться целый день, пока библиотека не закроется. Пока мы ждем. Учительница Сара выбрала книжечку для себя. Здесь очень мило мне напоминает чем-то японскую библиотеку. Ты помнишь, Сара, мы в Японии когда были? Мы ходили к Софии в школу в японскую библиотеку. Не помнишь уже? И вот у них разные объявления о групповых занятиях. Либо если что-то будет проходить в библиотеке, совершенно бесплатно. И здесь тоже целая программа. На весь сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Почти каждый день. Здесь даже есть спортивный комплекс рядом. Можно туда ходить. А вот специальное окошко, в которое вы возвращаете ваши книги или диски. А вот это специальный аппарат. Вы сканируете ваши книги или диски, которые берете. Если у вас есть карта в библиотеку. Вот, например, я сейчас зашла без карты. Меня спокойно запустили. Я ничего не предъявляла. Но лучше всего зарегистрироваться по месту жительства и ходить брать книги здесь. Смотрите, здесь есть на Xbox игры. На PS4, PS3 игры. Удивительно, конечно. Также есть аудиокниги. И книги обычно. Еще вот здесь фильмы, какие хотите. Можете в компьютере проверить, есть ли в наличии у них что-либо, чтобы не искать полдня. Библиотека большая и много-много здесь всего интересного. Также, я знаю, можно брать айпады в аренду для детей с обучением математики либо английского языка. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Продолжение следует...